друзья приветствую всех на канале футбола босс сегодня краткий рассказ об александре чиваджи кто он для советского футбола а мне кажется самый стабильный самый надежный самый атакующий самый центральный по харизме защитник грузинского футбола в ссср с года так 1978 и по окончании карьеры в 1987 несмотря на травмы которые серьезно мешали ему в последние годы выступлений за динамо и сборную чиваджи провел аж 14 сезонов высшей лиги ссср дебютировав главной команде грузии в 19 лет а в далеком 74 а мне вообще всегда казалось что он стабильно незаменимый и в тбилисском составе всегда и в сборной после 1980 без него невозможно было представить центр нашей обороны хотя вроде центральным защитником александр габриелович стал лишь в 1978 а халкации оформил ему эту позицию из опорной зоны полузащиты я помню по телевизионным трансляциям как он здорово и неутомимо подключался в атаку помню его потрясающие дальние удары его железные нервы при исполнении пенальти а у сборной союза его присутствие всегда было неоспоримо и мне лично очень нравился его дуэт с хидиатуллиным в общем числе чиваджи провел сборной семь сезонов и много много раз выводил советскую команду на поле с повязкой капитана у меня он всегда создавал ощущение невероятной уверенности находясь на футбольном поле он внушал армии болельщиков состояние спокойного доверия к нему и ситуации на поле мол чиваджи в игре все будет хорошо уж ежели и пропустим от бразильцев то он обязательно забьет своим дальним ударом или с пенальти или они с тингизом так выгрызут центральную зону что нам и не забьют хотя конечно наши противники тогда в европе и в мире были невероятно сильны он участвовал на чемпионате мира 1982 года и поехал в мексику в 1986 но как и паула росси там так ни разу и не вышел на поле из-за травмы к сожалению будь александр с его опытом составе против бельгии может быть мы и прошли бы тогда в четверть финал но лобановский приберег его для следующего матча а он к сожалению уже не состоялся тем не менее александр чиваджи выиграл почти все со своим динамо в качестве капитана команды он поднял над своей головой в 1981 европейский трофей был чемпионом ссср и двукратным обладателем кубка ссср составе тбилиссов кроме этого в 1980 году был признан лучшим игроком советского союза и здесь главное в том что до него на тот момент среди центральных защитников подобного звания был удостоен только легендарный альберт шестернев плюс он 7 раз входил в знаменитый список 33 лучших футболистов ссср под номером один и один раз под номером два вот это какой-то космос и у него даже есть рубиновый орден уэфа за заслуги александр чиваджи это наша видимая стена это наша уверенность это наша спокойная сила в те легендарные как теперь понятно времена потому что в его игре всегда нуждались сам лобановский бесков якушина халкации и мы миллионная армия болельщиков